Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главное, за неделю расскажут наши корреспонденты и я, Виктория Шаре. Коротко об основных темах. Коллективу «АвтоВАЗа» на этой неделе представили нового президента. Им стал Максим Соколов. Пешие экскурсии, мастер-классы для детей и праздничные шествия «Мы вместе», как в Самаре отметили ночь музеев. И еще одно яркое событие завершилось в Самаре на этой неделе – фестивале «Российская студенческая весна». Вспоминаем яркие моменты. К проведению летней оздоровительной кампании все готово. В преддверии заезда каждый детский лагерь проверила специальная межведомственная комиссия. В «Лебединые стаи» парка «50-летие октября» пополнение. Из питомника доставили шесть белых лебедей, как птицы обживаются на новом месте. Коллективу «АвтоВАЗа» на этой неделе представили нового президента. Им стал Максим Соколов. Новому руководителю федеральной и областной власти обещали всестороннюю поддержку. Какие задачи нужно будет решить в первую очередь – в нашем сюжете. Полномочный представитель президентов ПФО Игорь Комаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с рабочим визитом побывали на «АвтоВАЗе». Они представили трудовому коллективу нового президента Максима Соколова. После чего вместе с заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации Альбертом Каримовым встретились с трудовым коллективом завода, профсоюзом компаний и представителями городской власти. В ходе встречи Дмитрий Азаров заверил всех, что новому президенту будет оказываться всесторонняя поддержка, со стороны властей. Перед руководством предприятия стоит задача выполнять все социальные обязательства. Глава региона уверен, что Максим Соколов вместе со своей командой с этим справится. С Максимом Юрьевичем мы знакомы давно и я с благодарностью вспоминаю нашу совместную работу на различных этапах. Максим Юрьевич человек неравнодушный, конечно, высокопрофессиональный, все вы это знаете, колоссальный опыт государственного управления имеет. И авторитет в федеральном правительстве, который, конечно, будет способствовать решению многих вопросов, остро стоящих перед автовазом. Альберт Каримов, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации, заявил, что министерство будет использовать все доступные инструменты, чтобы предприятие работало стабильно. Мы разрабатываем уже план совместных действий и это для нас приоритетная задача с тем, чтобы выработать и новые инструменты, которые уже вновь сложившиеся ситуации, позволят нам решать те вызовы и те задачи, те сложности, которые сегодня возникли. По словам президента автоваза Максима Соколова, основная задача сейчас сохранить коллектив, чтобы вместе преодолеть все вызовы, которые стоят перед сотрудниками завода. В начале следующего месяца нужно запустить производство и восстановить его в полном объеме. Виктория Шарая, События. Социально-экономическое развитие Самары остается устойчивым, растут объемы инвестиций и промышленного производства, пополняется городской бюджет. В областной столице благоустраивают общественные пространства, строят дороги и социальные объекты. Основные показатели работы городской администрации озвучила глава Самары Елена Лапушкина, выступая с отчетом перед депутатами городской думы. Мэр подвела итоги сразу за 4 года работы. С подробностями Светлана Кудрявцева. Экономика Самары, преодолевая последствия пандемии, адаптировалась к новым условиям и в 2021 году вышла на траекторию роста. Активно реализуются национальные проекты, благодаря которым изменения происходят во всех сферах города. Об этом рассказала глава Самары Елена Лапушкина. Она выступила перед депутатами городской думы с отчетом за прошлый год, а также озвучила итоги работы за те 4 года, что и является мэром города. В 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтировано более 66 километров дорог. Общий объем финансирования составил 2,3 миллиарда рублей. Список формировался с учетом не только состояния уличной дорожной сети, предписаний надзорных органов, но и пожеланий жителей. С 2017 по 2021 годы в Самаре доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась в два раза. В промышленном комплексе Самары функционируют 198 крупных и средних предприятий, на которых трудятся 84 тысячи человек. За пять лет в экономику города направили 442 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал. Доходы муниципальных предприятий с 2018 года устойчиво росли и к текущему году достигли 12 миллиардов рублей. Приоритетным направлением расходов в 2021 году являлось финансирование социально значимых отраслей. Очередь в детские сады за четыре года удалось снизить на треть. Создано более 6 тысяч дополнительных дошкольных мест, в том числе более 4 тысяч мест для малышей до трех лет. Построили пять новых детских садов, ввели в эксплуатацию две новые школы. За четыре года отремонтировали 158 образовательных учреждений. На это выделили из местного бюджета свыше миллиарда рублей. Привели в порядок более 30 объектов физкультуры и спорта. Жители Самары в общей сложности получают 69 мер социальной поддержки. Глава города отметила, что 29 апреля был принят новый генплан города, что имеет важное для Самары значение. За прошедший период изменились подходы к принятию решений в области градостроительной политики. Все больше и больше в принятии таких решений принимают участие жители. Полагаю, что это является основным смыслом и целью местного самоуправления. В диалоге с жителями власти ищут решения по сохранению парка 60-летия советской власти. Самарцы также принимают участие в благоустройстве города, выбирая территории для будущего преображения по программе формирования комфортной городской среды. В Самаре в общей сложности по разным программам благоустроено 47 общественных пространств, среди которых такие знаковые объекты, как сквер Фазеева в Октябрьском районе, Крымская площадь в Железнодорожном, сквер Кирилла и Мефодия в Промышленном, бульвар Металлургов в Кировском, сквер на пересечении улиц Аврора и Аэродромной в Советском, сквер Речников и Ерикпарк в Куйбышском, сквер Овчарова в Красногрильском и другие. Кроме общественных пространств, за четыре года отремонтировали более 500 дворов. В Самаре строится новое жилье, продолжается расселение жильцов из аварийного фонда, выделяются немалые средства и на сферу ЖКХ. Мы видим, какая динамика положительная, изменения. Взять любую сферу деятельности города, его большого хозяйства, значит, у нас есть везде движение вперед. Работа проведена огромная, за это время действительно на четверть приросли доходы бюджета, причем, что очень важно отметить, это собственные доходы бюджета, то есть налоговые сборы и все, что с этим связано. Также снижение муниципального долга ведет к уменьшению расходов на его обслуживание, что тоже положительно сказывается на доходные части бюджета. Наш бюджет сохраняет свою социальную направленность всегда. Мы выполняем все социальные свои гарантии, которые мы обязаны выполнять перед жителями. Депутаты единогласно приняли отчет главы города Елены Лапушкиной и поблагодарили администрацию за успешную работу и выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов, Константин Головин. События. Национальный проект в действии. Дорожные службы начали ремонтировать улицу Магистральную в Кировском районе Самары. На участке от Зубчининовского до Ракитовского шоссе фрезеровали асфальт, то есть снимали старый слой дорожного покрытия. Подробнее об этом и о том, как проходит дорожно-строительный сезон в городе, расскажет Михаил Ермоленко. Улица Магистральная – одна из самых оживленных дорог Кировского района Самары. Она соединяет промзону и часть жилого квартала с Ракитовским и Зубчининовским шоссе. В этом дорожно-строительном сезоне важный городской маршрут обновят. Его отремонтируют на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». Если говорить в целом о цифрах, можно говорить о следующем. В принципе, в этом году запланирована работа на участке от Ракитовского шоссе до Зубчининовского шоссе. Общая площадь работ составит порядка 45 тысяч метров квадратных. Минувшей ночью дорожные службы продолжили фрезерование магистральной. За такую позднюю смену снимается порядка 6 тысяч квадратных метров старого асфальтобетонного покрытия. Средняя глубина фрезерования порядка 5 сантиметров. Данной машиной выполняется срезка и профирование проезжей части. Данная машина задает поперечный продольный уклон и выравнивает продольное управление. Также вырезаются все ямы, все погрешности, которые были на старом покрытии. Специалисты работают преимущественно в ночное время суток, чтобы не мешать движению транспорта на оживленных участках дорог. Особое внимание уделяют и корректировке графика работ по погодным условиям. После фрезерования специалистам необходимо будет поднять смотровые колодцы на проектную отметку. Затем последует укладка горячей смеси ЩМА-16. Согласно скорректированным планам на средства национального проекта «Безопасные и качественные дороги» планируется отремонтировать 33 участка уличной дорожной сети города. Максим Магомедов, Михаил Ермоленко, Василий Колдашов, Григорий Прешаков. События. Пешие экскурсии, мастер-классы для детей и праздничные шествия «Мы вместе». Ночь музея в Самаре стала настоящим культурным праздником для жителей и гостей города. Большинство площадок посетила глава города Елена Лапушкина. О том, почему акции этого года точно запомнятся надолго, расскажет Михаил Ермоленко. Больше 50 уникальных площадок. У каждой своя атмосфера и экспозиция. По традиции, акция «Ночь музеев» началась с программы для детей. Так, например, в детской картинной галерее юных посетителей ждала не только выставка, но и мастер-классы. Резьба по дереву и бумажное ателье, в котором делали кокошники и другие детали русской национальной одежды. Много интересного приготовили экскурсоводы и для взрослых. В малых залах особняка Клотта открылись несколько экспозиций. В одном помещении – графика Александра Любимова, в остальных – этюды других самарских художников. Жемчужиной выставки стала экспозиция с названием «Прокуйбышев с любовью». Она перенесла посетителей в эпоху 60-х-80-х годов прошлого века со всеми ее атрибутами. А вот, например, экспозиция самых разных чеканок – картин, выполненных из металла. Они – один из самых главных атрибутов советской квартиры той эпохи. В музее Эльдара Рязанова посетителей ждала как основная экспозиция, рассказывающая о жизни великого кинорежиссера, так и много нового. Кинопоказы под открытым небом и пешая экскурсия – самарские страницы Эльдара Рязанова. В военно-историческом музее Центрального военного округа посетители могли увидеть передвижную походную выставку и знаменитые ретро-автомобили. Работали не только музеи, но и разные творческие пространства, такие как «Дом-77» и «Восемь студий». Некоторые площадки акции посетила глава города Елена Лапушкина. Практически 24 музея открыли свои двери для всех посетителей, для всех желающих приобщиться к этой замечательной акции. Кроме того, работают больше 50 творческих площадок. Замечательный день, он очень яркий, он очень насыщенный на много культурных мероприятий. Замечательное это совпадение, когда мы можем и свои музеи, и свои улицы, и свои творческие силы показать не только для жителей, но и для наших гостей. В 5 часов вечера перед началом основной программы «Ночи музеев» по улице Куйбышева в праздничном шествии мы вместе прошли участники Всероссийского фестиваля «Студенческая весна». Рука об руку маршировали команды всех 85 приглашенных регионов. Ярким штрихом карнавального шествия были музыканты, барабанщики и духовые оркестры. Кроме того, на маршрут выехали ретро-автомобили. Всего больше 2000 самарцев и гостей города приняли участие в масштабной акции. Замечательное явление, когда все вместе, тогда легче жить, легче планировать будущее, и настроение, конечно, замечательное, благодаря тому, что мы вместе. Тема «Ночи музеев» в этом году – мода на традиции, поэтому главными участниками шествия стали представители многонациональной Самары. Каждый из них в собственных национальных нарядах и с музыкальными инструментами. Музыкальный инструмент, духовный инструмент, это таджикский, узбекский музыкальный инструмент, называется карнай. Это доу, да бал. Скажите, он тяжелый вообще в нем? Она весит всего лишь полтора-два килограмма, но дуть – это очень тяжело. Всего лишь пять ритмов есть. Уже после карнавальное шествие завернуло на площадь Куйбышева, чтобы со сцены поприветствовать жителей и гостей города. Начался праздничный концерт и основная программа «Ночи музеев». На этой неделе в Самаре завершился фестиваль «Российская студенческая весна». Он стал рекордсменом среди творческих проектов России. Финальная церемония прошла в Ледовом дворце. Кто получил гран-при, выступил на гала-концерте и где пройдет следующий фестиваль, увидел и узнал Максим Магомедов. Почти пять тысяч участников и более 1300 конкурсных работ. С таким итогом завершилась 30-я юбилейная студенческая весна. Это грандиозное событие собрало в Самаре студентов из 85 регионов России и 9 дружественных государств. В Ледовом дворце прошел гала-концерт, на котором лучшие участники фестиваля смогли вновь выступить перед многотысячной аудиторией. Первый руководитель администрации президента Сергей Кириенко высоко оценил организацию и формат проведения «Студ весны», а также поблагодарил Российский союз молодежи губернатора Дмитрия Азарова за то, что фестиваль прошел в максимально открытом формате. «Студ весна» мне очень понравилась. Знаете, я считаю, что в этом действительно такая историческая справедливость, что через 30 лет «Студ весна» вернулась на свою родину историческую. Когда-то здесь на Самарской земле проходил первый фестиваль «Студенческая весна», и то, что 30-й прошел здесь же, я считаю, что это очень правильно. Ну и второе, он не просто вернулся на историческую родину, он вышел на такой совсем новый уровень. За время проведения фестиваля конкурсные площадки посетили более 120 тысяч жителей, а фестивальные городки собрали вокруг себя аудиторию более 650 тысяч человек. Губернатор области Дмитрий Азаров отметил, что Самарская земля на эти дни была пропитана энергией молодежи, и все гости, уезжая, унесут с собой частичку самарской души. Колоссальный драйв на улицах города. Мы действительно задумали, предложили, и спасибо, что нас Российский союз молодежи поддержал, чтобы вот как «Волга» выходит из берегов по весне, так и «Студ весна» выплеснулась из помещения на улице города, и мы получили такой молодежный студенческий фестиваль. В орбиту этой молодой творческой энергии были вовлечены практически все жители Самарской школы, и все, кто этого хотел. Председатель Российского союза молодежи Павел Краснорусский рассказал, что эта «Студ весна» уникальна по количеству заявок на федеральный финал, а также отметил рекордное количество участников. За время фестиваля объединилась вся творческая и инициативная молодежь, но на этом «Студ весна» не заканчивается. Мы в этом году впервые проведем еще отдельный фестиваль для студентов профессиональных образовательных организаций. Мы считаем, что это крайне необходимо давать возможность такого федерального фестиваля именно для категории студентов профессиональных образовательных организаций. Мы в этом году впервые провели трек «Российской школьной весны». У нас в этом году ряд запланированных активностей, опять-таки приуроченных к юбилею «Российской школьной весны». Во время церемонии закрытия были объявлены победители в направлении региональной программы. Третье место заняли делегации от Курганской, Воронежской, Нижегородской и Тюменской областей. Вторые места разделили между собой Республика Башкортостан, Ярославская, Кимеровская и Саратовская область. Победителем в номинации «Региональные направления» стала Республика Бурятия и Пермский край. Гран-при получила Самарская область. Участница фестиваля от Республики Башкортостан Гульнара Байгузина стала лауреатом второй степени в номинации «Эстрадное пение», авторская песня. Она уже опытная артистка. Для нее это третья студвесна. Музыкой занимается с 7 лет, но по образованию будет филологом. Говорит, выступление на студвесне помогло ей лучше прочувствовать смысл своей песни. Эта песня на самом деле о том, что очень важно, несмотря на то, что тебя разделяют километры, важно добиваться своей мечты. Я думаю, что эта тема очень тесная и очень сильно перекликается со всеми студентами, потому что со всей России люди съезжаются сюда, в эпицентр студвесны. Чтобы завоевать новые награды, чтобы показать себя, чтобы обрести новые возможности. И я очень рада, что являюсь частью этого прекрасного мероприятия. В общем зачете по итогам решения жюри третье место занял Пермский край, второе – Самарская область. И победителем стал Красноярский край. Высшую награду в общем зачете получила Саратовская область. Участник команды из Саратова Вячеслав Архипов на глазах тысячной аудитории сделал предложение руки и сердца своей девушки Диане. АПЛОДИСМЕНТЫ В завершении программы на сцене выступил хедлайнер вечера группы «Авдехетерс». Максим Магомедов, Константин Головин. События. К проведению летней оздоровительной кампании «Все готово» проинформировали в городском департаменте образования. Она начнется 1 июня. В преддверии заезда каждый детский лагерь проверила специальная межведомственная комиссия. Продолжит тему Ольга Волкова. Повара уже расставили инвентарь, вожатые подготовили культ-программу и даже кровати в отрядах уже заправлены. Детские оздоровительные лагеря готовятся к первой смене. Заезды начнутся 1 июня. Чтобы все было на высшем уровне, перед стартом летнего сезона в Самаре прошел мониторинг детских оздоровительно-образовательных центров. В соответствии лагерей всем требованиям безопасности проверила специальная межведомственная комиссия. В целом мы на высоком уровне оцениваем подготовку руководителей к началу летней оздоровительной кампании. Те несущественные замечания, которые комиссия выявляет в ходе осмотра, устраняются либо здесь же на месте, либо будут устранены в ближайшие дни. Поэтому мы можем с высокой долей уверенности говорить о том, что наше образовательное учреждение к приему детей к началу летней оздоровительной кампании 1 июня будут готовы в полном объеме. Этим летом отдыхающих ждут 9 оздоровительно-образовательных центров. Побывать в них смогут почти 6 тысяч детей. Чуть меньше 6 тысяч детей Самары получат возможность оздоровиться в загородных центрах. И у нас еще будут открыться 186 лагерей дневного пребывания с общей численностью детей 15,5 тысяч. Лагеря начнут работать 1 июня и 100% наполняемость. В этом году большое внимание уделили материально-техническому обновлению лагерей. На самом деле в этом году много обновили что-то. То есть корпуса детские, практически все санузлы, все душевые, площадку спортивную, то есть домики для персоналов, медпункт. Детей 230 детей у нас в смену заезжает, 5 смен в течение лета. Лагерь примет 210 детей в смену. 5 смен, они у нас в различной направленности. Преимущество нашего лагеря в том, что смены мы проводим модульные, а не тематические смены. Детки приезжают у нас со школ городского округа Самара. В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании проведены капитальные ремонты асфальтового покрытия, детских спальных корпусов, заменены у нас оконные проемы, проведены ремонты капитальных полов, закуплена часть оборудования и мебели. В ходе объезда сегодняшней кампании, по приемке летней оздоровительной кампании лагерей, хочу сказать с уверенностью, как мама многодетная, что достойно, с каждым годом все лучше и лучше. И, в общем-то, деток бы я своих во многие лагеря отправила. Летний отдых будет интересным. Каждый муниципальный детский оздоровительно-образовательный лагерь подготовил тематическую программу на каждый поток. Ольга Волкова, Константин Головин. События. В лебединой стае парка 50-летия октября пополнения. Из питомника доставили 6 белых лебедей. Птицы обживаются на новом месте. Как поучаствовать в выборе имен для новоселов и какой будет приз в сюжете Максима Магомедова. Сразу 6 лебедей сменили прописку. В парк имени 50-летия октября птиц доставили из подмосковных питомников. Теперь здесь обитает 10 особей. Лебедям положено двухразовое питание. В него входят пропаренное зерно, ячмень, овес, пшеницы, геркулес и свежие овощи, которые предварительно измельчаются на терке. Еще птиц кормят мелко нарезанной рыбой, чтобы они не подавились костями. Лягушек и улиток они добывают себе из водоема самостоятельно. Новым жильцам по 3 года, рассказывает Елена Павлова. Она работает с птицами уже 7 лет. Раньше трудилась технологом на хлебопекарном производстве, но решила сменить сферу деятельности. У нас было мало лебедей, нам обещали привезти. Наконец-то мы их дождались, потому что бассейны были свободные, мы ждали их, дождались наконец-то. Ну, ждали, конечно, черных, нам привезли вот всех белых. В перспективе черных лебедей сюда также планируют подселить. А пока заботятся о том, чтобы и прежним постояльцам, и новичкам было комфортно. Для безопасности птиц их не выпускают из огороженных бассейнов в озеро. Также, чтобы исключить попытки побега, лебедям купировали крылья. Теперь работники парка ждут, когда молодые обитатели образуют пары. Придумать имена крылатым друзьям предложили жителям города. Учитывая, что мы постояльцев поселили в парке 50-летия октября, поселили их на озеро, также на этом озере работают наши аттракционы, это катамаранные лодочки. Мы решили, что ничего не будет лучше, как максимально приблизиться к нашим лебедушкам и рассмотреть их с лодки с катамарана. Поэтому победителям, предложившим лучшие пары имен, лучшие комбинации, мы вручим приглашение на два лица на посещение как раз наших лодочек катамаранов. До 15 июня администрация парков Самары рассмотрит все варианты и выберет наиболее подходящие имена для новых постояльцев. Особенно приветствуются парные имена – мужские и женские. Например, в Лебяжнике уже обитали Иван да Марья, есть перышки, гагаринские лебеди, а также гуси, Гоша и Роди. Была и лебедушка Василиса. Можно использовать имена героев из фильмов и мультипликации. Сотрудники парка просят проявить фантазию и подобрать что-нибудь красивое. Свои предложения жители смогут размещать в соцсетях администрации города в комментариях под соответствующим постом. Поучаствовать в конкурсе уже желает Нина Амельченко. Она живет рядом с парком 50-летие октября. Парк у нас вообще замечательный, просто-напросто. Здесь ухоженный, очень приятно здесь гулять. Видели уже новых лебедей? Да, видела, конечно. Красивые. Красивые видела. Но я что-то как-то это... Как-то близко не получается, чтобы там пообщаться с ними, например. Но нравятся, они красивые. Специалисты озвучили перспективные направления развития. Так, для этого парка планируется приобрести дополнительные понтоны, обустроить еще один бассейн, увеличить территорию отсеченной акватории для пребывания птиц, чтобы они могли плавать свободнее и радовать посетителей парка. Для этого сотрудники намерены проконсультироваться со специалистами Самарского зоопарка и ветслужбами. На этом наш выпуск завершен. Продолжайте читать наши новости на официальном сайте Самара ГИС, на страницах в Одноклассниках и во Вконтакте. Выпуски новостей смотрите в социальных сетях. Всего вам доброго и отличных выходных! Субтитры создавал DimaTorzok